всем привет сегодня такой день 9 дней со дня трагической гибели максима анатольевича шушарина максим анатольевич совершенно замечательным человеком и просто не могу не сказать о нем теплых слов то есть наверное мало кто знает что по крайней мере в шахматном мире что если бы не перестройка этот человек скорее всего стал бы выдающимся физиком то есть в школу для одаренных детей он поступил сам естественно набрав 17 баллов из 20 но с перестройки ему пришлось заняться бизнесом и по воспоминаниям его друзей он учил их 90-е годы бизнес вести честно и в пятнадцатом году стал президентом челябинской областной шахматной федерации и контролировал работу вообще по всем направлениям то есть даже положение закорючки в положениях то есть все старался вчитываться подправлять если считал что нужно исправить человек был очень увлеченный очень любил шахматы то есть он сыграл в одном из турниров из своих по быстрым шахматам и рассказывал мне как он доволен тем что удается набирать очки один из первых людей которые начали турнир проводить турниры в пандемию то есть по сути первый человек который проводил массовые турниры тогда когда никто за это не брался занимался развитием шахмат именно в челябинской области просто по огромному количеству направлений то есть и командное соревнование то есть команды южный урал мужская женская завоевывали ему массу кубков дети участвовали чем челябинской области в разных турнирах памяти уважаемых челябинских шахматистов тренеров спортсменов и при этом вот более уважительного к шахматистам отношения от функционеров я пожалуй ну вот не могу сказать навскидку от кого я встречал то есть исключительно вежливый корректный доброжелательный и огромное у меня сочувствие ко всем нам что мы его вот так потеряли да конечно он ушел с поста президента федерации шахмат челябинской области в этом году но у него были огромные планы и я лично надеялся что когда пройдут вот эти какие-то трудности он все-таки вернется и свои планы по разу турнирам которые он запустил он все-таки воплотит в жизнь пусть там не через год через два через три ну и конечно мои соболезнования семье максиму анатольевича для них это конечно совершенно невообразимая на мой взгляд потери то есть я вот уже какой день не могу в себя прийти а что говорить о близких которые с ним постоянно общались спасибо за внимание человек был совершенно выдающийся